На территории Артёмовского городского округа на протяжении 15 лет работает Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних. И 11 лет в этом году исполнится комплексному реабилитационному центру для взрослых. У этих социальных учреждений своя особая специфика деятельности, однако оба центра схожи в одном. Они работают с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. О Центре социальной реабилитации для несовершеннолетних, который является одним из подразделений Управления социальной политики Артёмовского района, рассказал руководитель данного управления Сергей Темченков. Там есть отделение работы с инвалидами, отделение профилактики, где занимаются трудными подростками, семьями. Кризисное отделение для женщин. Кстати, это кризисное отделение не во многих районах Свердловской области, где приезжают женщины с других территорий. Кроме того, на базе Центра социальной реабилитации для несовершеннолетних не первый год работает телефон доверия. Есть телефон доверия. Это телефон доверия федерального значения. То есть наши работники 24 часа в сутки принимают звонки со всей Российской Федерации и отвечают на эти звонки. Потому что подростки звонят по своим проблемам и иногда проблемы очень сложные. Они ведут журнал. Тысячу звонков поступают. Тысячу звонков. В детском реабилитационном центре постоянно проводятся различные мероприятия и социальные акции. День опекуна, день защиты детей, всевозможные спортивные мероприятия для разных возрастных групп, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако сейчас перед службами социальной политики поставлена задача, чтобы как можно больше проводилась работа с семьями. У нас задача сейчас поставлена министерством и правительством, чтобы мы больше работали на семьи. Семьи ведь у нас состоят, начиная с бабушек и с дедушек и кончая малышами. То есть вот комплексная такая задача выходить полностью на всю семью. Нужно отметить, что на протяжении последних нескольких лет ведется активная политика российского правительства, направленная на улучшение демографической ситуации в целом стране и в каждом отдельно взятом муниципалитете в частности. Выплачивается материнский капитал как на федеральном, так и на областном уровне. Регулярно индексируются выплаты различных компенсаций и льгот для семей, имеющих детей. Кроме того, социальными службами ведется активная работа по жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей. Еще одно из направлений управления социальной политики – это опека и попечительство, потому что это большой пласт работы наш, и мы вместе с детским центром и нашими субъектами профилактики работаем, с комиссией по делам несовершеннолетних, с ЦРБ работаем, с управлением образования, вот в этом отношении. И у нас, к сожалению, в Российской Федерации пока есть, так мы и называем, брошенные дети, да? Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. В Кавказских республиках такого нет, да? Там есть традиции определенные и так далее, но, к сожалению, есть. Хотя была четкая политика сейчас, и она проводится, чтобы количество детей-сирот, оно сокращалось. И это действительно и есть. Поэтому, естественно, дети стали уходить в семьи. Очень хорошая материальная поддержка была со стороны государства, со стороны Свердловской области. Очень существенная поддержка идет дополнительно к федеральным льготам. Поэтому дети, особенно маленького возраста, до 7 лет, разбирались. И они разбираются. К нам постоянно приходят просьбы подсоциальных опекунов и усыновителей с других территорий Свердловской области, чтобы подобрали детей. Хотя есть региональный бан данных, который в Свердловской области создан, он находится в Министерстве социальной политики. И родители потенциальные могут туда обращаться. Если с малышами ситуация более или менее стабилизировалась, их охотно усыновляют и забирают в приемные семьи, то проблема с детьми, оставшимися без попечения родителей в возрасте старше 10 лет, сохраняется. Наше региональное законодательство позволяет при таком возрасте и при даже заболевании ребенка, он имеет степень инвалидности, повышать оплату нашим приемным родителям, опекунам за их работу. Это сложная тоже работа. Специалисты Управления социальной политики отмечают, что в последнее время участились случаи, когда родители бросают своих несовершеннолетних детей. Возможно, это связано с очередным витком социально-экономического кризиса. А возможно, это результат обычного разгильдяйства и безнаказанности нерадивых современных мамочек и отцов, которые используют государственное пособие далеко не на нужды детей, а исключительно на себя и на свои развлечения. У нас достаточно много неблагополучных семей на территории. Мы работаем в таких сложных условиях, когда бросают просто детей. Матери пьют, матери пьют многодетные, понимаете, когда по семь, по восемь детей. Вот я говорил о демографической политике. Хорошо, это же подспорье, но многие-то используют эту ситуацию для того, чтобы получить вот эти пособия и жить просто на эти пособия. И, к сожалению, вот это да. Более качественных семей у нас не так много. Сергей Борисович твердо убежден, что к матерям, которые ненадлежащим образом занимаются воспитанием своих несовершеннолетних детей, должна применяться не административная, а уголовная ответственность.